здравствуйте дорогие друзья итак недельная глава шафтим и начало очень такое известное судьи и стражников поставь во всех вратах своих о чем здесь разговоры очень много толкований на этот счет но мы с вами разберем одно любавический рыбе говорил что первое предложение этой недельной главы объясняется так образно человека можно представить себе как город в человеческом организме есть разные органы которые соответствуют там городскому управлению например голова мозг управляет телом есть работники умственного труда есть руки физического труда и так далее есть ворота которые охраняют стражники и вот о чем мы говорим у человека имеется свои ворота свое это первое ворота это глаза в этом начинается месяц и лул начинается мы подходим вместе еще не надо подумать о своих вратах глаза надо подумать куда можно смотреть и куда не стоит смотреть и каких вообще случаях это противопоказано что еще рот необходимо проверять что ты кушаешь еще больше проверять что ты говоришь этим ртом иногда хочется кому-то там промыть все я поняли да не будем вообще интереснейшую фразу сказал арабий скотска к сожалению так повелось что сначала люди учатся говорить потом читать и писать потом думать и лишь напоследок молчать по правде говоря надо чтобы порядок был противоположен что у нас есть уши не надо слушать что говорят о других так то особенно в этом месяце особенно сейчас носа поняние надо удаляться от того где пахнет как бы так мягко не совсем хороший во всех этих вот вратах должен находиться судья но есть еще очень главная вещь судьи стражников поставь себе в во всех вратах своих вот слова себе здесь явно ну лишняя так как лишних слов торе не бывает то об этом очень хорошо подумайте что говорят нам мудрецы кстати очень хорошее толкование поэтому сказал арабий масштейн он сказал следующее чем должен быть в первую очередь судьей самому в себе судьи стражников поставь себе люди вот любят судить кого-то это вообще плохо но в этом месте недопустимо вынули перед рожжа жена перед миссом слонет недопустимо кого-то судить надо судить себя только свои действия но как мы знаем это не новая идея люди и мулин и религиозные и религиозные там не слышали ту заповедь и там что-то мучается совесть их там и так далее но эта глава говорит о другом это не призыв к самоанализу тора пишет четко порядок указывает каким образом жизнь каждого человека что надо сделать недостаточно того чтобы был ты уже справедливый там мы там рассуждал правильно нужен еще страж охраняющий о чем разговор идет вспомни говорит сегодня нам тора вспомни сколько обещание было год назад что ты хотел сделать там или когда у тебя не удалось как-то честно отнесись к себе собственная совесть она должна вот сесть и объективно оценить да да сегодня я могу признаться что я не сделал это не сделал это не сделает она еще есть время еще остался вот сейчас вот этот месяц и лу когда у нас есть возможность подтянуться и крошуна прийти скачут да я это не был сейчас есть успел это успел то есть нам рассказывается о том что нам немедленно надо взять ручку в руки или там компьютер и посмотреть наш итог того что произошло за год нам надо посмотреть что мы с вами за месяц и 2 раза месяц он собираемся сделать где подтянуть а как перед великим экзаменом где надо подтянуть где надо нажать иначе есть проблема поэтому судей стражника поставь себе если ты сам этого не сделаешь то за тебя этого никто не делает если не я за себя говорится в талмуде то кто за меня поэтому начинается время когда я за себя надо подумать надо взвесить свои дела надо их записать на постепетить этому время и говорят мудрецы сейчас наступает именно то время когда это нужно ну как бы уже на все сто процентов сделать брахава от слаха